Традиция. Все школы имели конкретное название, имели конкретные традиции. Два больших периода. Период, все могут видать, на период воюющих провинций, когда, в общем-то, методы боя без оружия были второстепенны. И период ЭБО, когда уже, в общем-то, превалировали техники, развивали школы, которые по собой имели уже методы больше безоружного. Если мы обратимся изначально к моменту формирования, мы должны понять, я вам буду рассказывать, те техники, почему важны сегодняшний день. Мы будем заниматься базовой техникой сегодня. Потому что завтра две тренировки, в воскресенье, они будут достаточно быстрыми и тяжелыми в плане технического. Поэтому, чем вы быстрее и правильно поймете сегодня, что я буду показывать, тем у вас не будет вопросов возникать, ну, меньше будет вопросов возникать. Они будут, но на протяжении следующих дней. Первый момент, который вы будете видеть в любой технике, это понятие шоссе. Шоссе – это положение, это стойка. Стойку мы принимаем так, как принимаем фиктование. Я уже говорил вашим наставникам, что на самом деле метода японского фиктования – это то, что сейчас оно, с одной стороны, архаично, но это наиболее философско-ориентированное будущее. Потому что ничего так не вырабатывает, как скорость движений, перемещение, понимая у чима ударной дистанции, рецубер-ритм движения, чтобы понять и улучшить свою технику. Один из основных моментов, когда человек занимается бунзюцом – джинкако консенитсу-тонерку. То есть он улучшает свой характер за счет того, что он идет именно по дороге чести. И старается понять все эти моменты и правильно их для себя определить. Шоссе – многие вот вилы, которые, скажем, используются, ну, скажем, ребята, если они там к пищей-будратая занимаются, оно будет похоже столько. Только единственный момент, что нагрузка будет, пятка будет немножко работать вверх, она не будет плотно стоять на полу. Руки находятся в положении фуфуте. Вот это положение фуфуте, когда две руки находятся на одном уровне и впереди, это положение перевозки группы супруги. Такое, на самом деле, специфическое название, потому что обе руки должны работать сразу в технике, не отдельно. Одна, потом другая. А прочистки с началом техники мы должны ее и заканчивать. Важный момент при этом связан. Посмотрите, подруберем и закрываем. Не надо, стойка должна быть напряжена. Если бы человек опустил вниз корпус и стал, да, из положения свободного стояния, вниз. Мы эту стойку используем в борьбе с боем на мячах, вот мы немножко вам показываем. Или когда мы работаем у мяучи, все это будет так использоваться. Второй момент это куцума. Куцума это важное понятие, опять же, что происходит с боем на мячах. Это дистанция между двумя противниками, когда мы скрещиваем мячи. По сути, если мы возьмем... Вот смотрите, вот дистанция фиктования. Она не должна быть больше, она будет бессмысленна. Она не должна, чтобы я мог одновременно работать с ним и быстро входить, двигаться, выполнять атакующие техники. Еще раз. Посмотрите, сейган... Дышим еще. Сейган камай. Вот примерно дистанция боя, когда мы начинаем делать движение мячом. Такая же дистанция выполняется при базовом движении. Вот здесь вырабатывается важный принцип. Сейган камай. Сейган камай. Сейган камай это захват ограниченного пространства. Что он под собой подразумевает? Не может быть, на самом деле, любые бойцы, кто комментирует или двигается, они понимают, что кардинальная задача, в общем-то, войти в корпус противника, чтобы обеспечить себе контроль над ним. Или выполнить подавляющие захваты и так далее. Поэтому вот уцума, вот смотрите, это движение, когда в один шаг он может доставить меня рукой. Или на другой. Это все будет уцума. Когда вы ближе стоите, вы находитесь в положении, то, что формирует тайну, что произведение на убийство. Когда я могу атаковать, и он может атаковать. Следующий важный момент, который вы должны для себя понять, это нору. Нору или ласер ухо. А ласер ухо, это двигаться вместе с противником, или приспосабленность к его действиям. Да, это как хлопок и звук хлопка. Не должно быть сначала движение, или восприятие движения. Это будет гон, остановка, сознание. Движение должно быть максимально выполнено, максимально быстро. И вход. Достигается движение, вот это перемещение, за счет хайнами. Хайнами, это принцип отраженной волны. Вот если мы медленно посмотрим, вы знаете, я ухожу на носок, и тут же бросаю корпус вперед, еще раз. И выполняю движение, связанное с вращением руками. Каждое движение, понимаете, нельзя сделать, соединить блоки карате, удары карате, захваты дзюдо и борьбу. Все это превратится, как бы, в некую схватку японской одежде. Это не будет понятие именно джурджитсу. то, что мы формируем. Потому что все, я всегда говорю любому человеку, вы должны перед очень серьезным собранием японских мастеров взять и показать технику джурджитсу, которая исторически будет им понятнее. Следующий вот важный момент, для чего мы это делаем. Мы сделаем мобащик, мы растягиваем его. растягиваем для того, чтобы ему пришлось атаковать дистанции, немножко превышающие чима. И при этом мы соблюдаем те же правила, которые будут во всех боевых искусствах, будь то и кидо, или другие направления японских бодзюдо, это санкапу-хо, треугольник. Я не могу делать движение, находясь перед ним, потому что он будет сразу продолжать атаку, или захватами, как я киваться, то есть атакующими захваты делать, или удары делать. Мне нужен уход, чтобы врачейский сразу движение начиналось и заканчивалось. Если мы посмотрим, на самом деле вот здесь человек находится в наиболее в изюмном положении. Здесь мы используем принцип кудзуши. Кудзуши на самом деле не только вывод из равновесия, мы должны воздействовать полностью. на его психику, на его стратегию, на его движение. Более того, если вот я, чтобы вы не думали, что это как бы мягкая такая форма, мы можем атаковать всю линию руки, чтобы было понятно. Когда происходит движение, здесь возникает, я делаю короткое движение, я атакую локтевую сумку. Возникает простообразная травма локтя. Она достаточно быстрая, достаточно болезненная. Мы можем насаживать любые формы здесь, в этом движении. Мы можем делать движение как в конце. Ломать ли руку. Мы можем атаковать непосредственно на шаге. Непосредственно сбивая, делая удар и выполняя дальше переходы. Не будет играть. Это на самом деле не столь важное. Важно, как я сразу воспринимаю агрессию. Еще раз, то, что касается сэцюмодори, санкарпу, но баще. Растягиваю. Следующий важный момент хигитай. Щеки. Это то, что лаковое покрытие на японском посуде. Тай тело. То есть я должен находиться так, как лак находится на посуде, так близко находиться к его телу. И только возникают любые моменты, связанные с тем, что противник возникает суки, возникает дыра в сознании или в технике. И мы ее атакуем. Поэтому здесь важным, как бы таким кардинальным моментом является то, что начало движения вы должны находиться в проекции, чтобы вы могли его атаковать. Будет ли вы бить, что касается достаточно несложных технических смыслов приемов. Также важным элементом здесь является, когда мы делаем эти движения, следующий момент. Это использование атомии. Возникает часто теория, какие удары все-таки были для журжису. На самом деле, существует, надо понять, в каком периоде существовало множество техник, имеющие более того, школу, например, кагирю или пищинерю, которые имеют традицию и каратэ, и журжису. Эта школа достаточно жесткой ими являются. Потому что было влияние каратэ уже 18 веки, этот элемент такой существовал. Поэтому, когда, если говорить именно о старой школах, надо понять, что атомии применялось на уровне обучения это куден и ахуден. Ахуден, секретный уровень, куден, передаваемый из устно. Поэтому, не все, конечно, до этого уровня доходили. Чтобы говорить о каких-то там серьезном изучении техник боя и нанесении ударов по телу на китай-зюцу. Но здесь, вы смотрите, важным при ударах является, многие как бы рассеянивают так, мы ломаем локоть, бьем здесь, атакуем в голову, сбиваем, ломаем, ломаем, ломаем. Ну, он как бы, действительно ли он стойко выдерживает? Да, да, то есть человек действительно выживает. И чтобы быстро с ним работать, это не удар и ожидание того, что с ним произошло, а действительно нужно его разрушать. Все, все разрушать, потом он перестает двигаться. Поэтому здесь мы используем момент фукурами. Фукурами, ну, то, что это рыба-фуку, да, там, рыба-шар. Фуку это расширить. Ну, прежде чем расширить, мы должны его сжать. сжимаем его за счет атыми. Сжимаем за счет атыми. Потом ритсуда изменяем ритм хё-си и атакуем. Что мы этим добиваемся? Мы ищем момент, когда возникает суки или кё. Вот здесь я тоже хочу немножко сказать. Суки это слабость. Суки может быть присущи, например, тайну суки слабость тела, вазанну суки слабость техники, щинну суки слабость духа и так далее. Восемь. Всего. То же самое касается кё. Но если кё это пустота, которая возникает в технике, она создается в процессе движения. Суки это изначально присутствует и нам нужно понять, где оно противника. Выявит суки. поэтому здесь вот смотрите, я ещё раз скажу. Когда мы таком, вот если вы посмотрите, я такой локоть, я такую эту часть. Когда мы допустим в Японии демонстрируем, ну то, что мы демонстрируем, японцы называют биджинку и учиться, схватка между военными людьми, мы демонстрируем его в доспехе. И доспех имеет грубо говоря исторически формированный доспех имеет те зоны, которые открыты, мы можем их атаковать. Это подвижная часть сустава, здесь до открыта. Вот та часть, которая может быть подвижна, мы её везде атакуем. При этом важно ещё понять, что это должно быть сделано практически прочистки, вот ещё раз говорю, как хлопок и звук. Не должно быть движения, постановки, удар, смотрю, потом опять бью. Это делается именно прочистки безостановочно в одном движении. Посмотрите внимательно. Что я ещё хочу сказать? Когда мы говорим о контактных методах, логика разумевает так, что мы будем использовать, мы можем использовать там сами, лайф или фрук, контакт. Не в этом смысле. Важно, чтобы все удары, которые вы не делали или техники, они работали. Раз. Второе, чтобы все удары достигали цели. Если вы правильно бьёте, да, реакция человека питч, ни. Дальнейше с ним работа. Плюс, смотрите, мы используем подавляющий захват. Когда вы будете работать на ударах, ещё раз скажу, смотрите, вот это положение, оно используется как в дзюдо в борьбе за захват. Мы подавляем, чтобы загрузить эту часть. Важно для чего? Смотрите, если я атакую, попытки работать, я использую эту часть льти, торчи, бью, я могу её возвращать и так далее. Форма, которую вы бьёте, будто цумасаки, часоку, она на самом деле разницы никакой здесь не играет. И последний элемент, который вам нужно для себя понять, чтобы вы отображали вот самый элемент движения, это небарин. Небарин это быть значит упорным, клейким. Я всегда должен находиться на противнике и атаковать его до тех пор, пока не приведу его к логическому положению. Не так, что он лежит, я сделал болевой, маята, сдаюсь и мы пытаемся там распутаться. Нет. Нет. Какие бы техники не возникали, они должны иметь логическую форму. Сколько они двигались? я должен его контролировать. Не каким-то форматом отдельным. Что-то я сделал и потом я выхожу. Теперь еще один важный момент. реакция человеку сделает то же самое движение, что делал я. Вот видите, если вы попытаетесь думать так, когда цукайте, я его вот так упит и он уходит ввершу еще. И движение должно срабатывать сразу. на самом деле это искусство фильтования. есть на эти момент что касается уже базовой техники непосредственно. Тэнкан Хоу Зю Матай Собаки. Что мы под этим подразумеваем? Тэнкан это обращательное движение. Зю мягкая форма собаки уходы телом. Первая кота, которую мы учим, ученики учат, и на него наслаивается любой как бы вариант, связанный с нанесением ударов, с оружием и так далее, это Хоу! Коу! Зю Зю Тэнкан Хоу! Тьё Тэнкан Коу! Гори! Коснусь еще вот этого положения немножко. Вот это старая как бы открытая позиция, когда рука максимально находится в удалении от цуха мяча. И потом я уже встаю. Теперь хочу еще свитер. Посмотрите, что касается то, что называется УКЕ. УКЕ-ВАЗа защиты. Я смотрел, например, это нехорошо и неплохо. Надо понять все-таки, как исторически это выглядело. На самом деле старая школа, когда я делаю движение, оно подразумевает под собой СОЭТЭ это давящая рука. ИУКИТЭ КОТО ХИМЕРИ отводящая рука. Смотрите, многие школы когда обучаются, мы начинаем из положения, когда он делает шаг или блокирует руку, или наносит ЦУПИ. На самом деле форма ЦУПИ, она более характерна, но для старой школ гьяку не очень. Хотя она имела места, но немного. Почему? Потому что задача стояла именно захватить вооруженную руку, а потом делать остальное. Отсюда возникали формы. Давайте медленно посмотрим движение. поднимем движение. Даже регламент захвата, то есть какой захвата первой, какой захвата второй, все регламентировалось. это нужно смотреть поэтому все захваты например, химин-дорик если он делает захват сзади химин-дорик химин это парень ну скажем, не люди там и так далее и производит сбивания выполнялся и на правой руку при этом если мы посмотрим и сравним динамику перемещений вот смотрите опять идет я покажу мы можем делать понятно мы это можем делать сувари ваза хатачи ваза или юкиай юкиай сложная самая техника потому что в прочистке мы двигаемся и вдруг человек нас атакует что при этом на самом деле важно вот смотрите вырабатывается определенный стиль стиль хождения то есть движение вот если люди современные занимаются практикой скажем там в силовых структурах и ты носишь оружие ты можешь удержать да ты двигайся если держу оружие вторая рука она не отмахивает потому что нужно не реагировать практически мгновенно видите это тоже суетэ более того суетэ мы делаем на уровне большого пальца любите она может по-разному начиная от очень жесткого движения и я ухожу в основание черепа или отводящую в форму укитехинель но она на самом деле не является вот такой мягкой как видно на первом взгляд вот здесь еще раз должно быть густоты то что касается отработки непосредственно тымканфу еще раз вращательное движение большинство из вас должны понять сайкотандем как мы центрируемся и как мы работаем мы можем устроить разные способы подготовки при этом споры сдавать смотрите мы можем разделить цикл на две равные части первое движение которое мы выполняем обязательно это удар еще один удар шаг сугецу косуни когда я сделал уход если мы медленно посмотрим смотрите мне нужно сразу провернуть его ошибка возникает такая поэтому движение должно быть когда мы первую фазу отрабатываем вместе при этом обратите на мою левую руку на начальной фазе движения следующий момент рука находится как бы приподнимая его наверх опять не здесь чтобы не было ударов сбоку рукой и мы ее удерживаем очень-очень-очень замок замок должен возникать сразу мы можем взять как отдельную форму или же еще раз видите мы не можем все время как букет убивать локоть контроль 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 выше ёши ёши раз 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 давай должен попробовать щенкен это боевой меч щебу это значит или матч или там взять очко щебу их до одного очка то есть по сути старые времена это бой который велся тупым клинком боевой клинок вместо остальной на тупой чтобы человек обучался если вы воспринимаете еще раз говорю у вас это я вижу все время возникает как будто зажим будете ли вы использовать там другие формы чтобы правильно с ними работать понимать тело оно не может быть таким жестким когда мы говорим джуго многие эмблемы мон самурайские они используют бамбук бамбук это именно самурайские качества это с одной стороны жесткость с другой стороны максимальная гибкость бамбук может гнуться и он пуст по сути это то что мы назвали бы бумбуретом то есть соотношение гражданского военного начала посмотрите разделить еще раз говорю первая фаза если мы кихон сделаем кихон сонуичи человек он стоит он как бы делает быстрый выпад чтобы попасть цугицу не перед а ударить сюда не должно быть эффекта сжатия если я буду немножко быстрее показывать вот я его сейчас попрошу сделать цуки купуща те и йо кумэ нучи покажи сначала и тут же шагнуть ударить вот смотрите ритм входа вот здесь есть мы еще коснемся понятия хьори хьори это на самом деле такая сложная я буду много как бы терминов говорить потому что на самом деле это и есть традиция во многом определяющая хьори пишется двумя аэроглифами это ура и омотэ но оно имеет некий философский смысл это то что спрятано вот сзади того что мы видим это может например в какой-то ювелирной лавке быть красивые вещи стоят там внизу где-то там внутри в маленькой коробочке которая завернута там еще фурасики находится какая-то чашка там мастера каец вот это будет хьори если говорить применительно к технике гидзюсу каждая техника имеет эффект слабости когда мы можем с ней поработать это важный момент поэтому посмотрите я должен отреагировать прочистки момент входа удара чтобы следующий удар уже был в процессе нанесения моего удара когда мы говорим посмотрите если противник будет атаковать движение я буду только я замру на мгновение значит все закончится мы говорим применяем термин хиракяши хиракяши кто практикует акидо покажите у него хиракяши и оп движение оно должно быть прочистки в момент противник готовит я вхожу когда между вот атакой противника чтобы вот его не стал моим мечом нужно нужно чтобы это мгновение не проникал и в волос не должно быть пустоты когда я останавливаюсь я остановлю вторую фазу вот он правильно сделал я специально разделяю чтобы вы поняли о чем я сейчас сказал теперь давай медленно покажи это чепитарь он постоянно реагирует и мы вращаемся когда мы фехтуем побыстрее побыстрее тогда вы будете видеть что происходит с руками ты гамкку И еще раз. Первая фаза этой риме. Вторая фаза. Развернули кинтан на наши. Обратите внимание. Всегда должен быть контроль. Первая фаза. Первая фаза. Первая фаза. Передаю и иду дальше. Это не так. Потому что в процессе, если мы посмотрим, здесь я веду. Происходит движение. Здесь я вхожу. Понятно. Мы должны находиться и контролировать. Вот это на самом деле, что вы делаете, это понятно не только вам, а понятно ему. Если вы пытаетесь просто уйти. Ноги, он почему сказал. В фехтовании самое быстрое вырабатываются ноги. То есть от того движения, которое тоже ведет быстро. Как только я замираю, баланс находится в лотенном таком равновесии. Движения не произойдет. Вот посмотрите. Я даже как бы на самом деле хватать не буду его конечности. Что мне нужно понять. Следите больше за ногами. Правильно смещаться. Тогда вы скажете. Да, я понимаю. Там-то и собаки. Когда он вас реально пытается близко ударить. Вы прорабатываете все время такую суставную сумку. Он ждет. Я не снимаю. Есть произвольная форма. Я могу атаковать. Уходить. Также движение рук. Мы будем вот разные моменты рассматривать. Вы понимаете, пока вы будете обуславливать свое сознание тем, что вы привязываетесь к движению. Научитесь просто перемещаться. Я вам привел пример. Когда я в какую он уходит. Я сразу начинаю вращаться. Я уже не здесь понимаю. Когда он вышел в зону атаки. И начинает мне руку вышибать. А когда мы проходим центральную линию. Я вот здесь должен понять, что движение для меня было проигранное. Важный момент. Смотрите. Формируйте. Попытайтесь для себя понять. Вот мы стоим более так. Стоим. Смотрите здесь. Потому что мы цуке. Реализаем мы цуке. Это важная форма. Как бы я даже так наблюдаю. Не должно быть каких-то вот таких непонятных эмоций. И че-го и че. Одно мгновение. Один шанс. Чтобы забрать. За вас сделать это движение. Делайте вы цуке. Вы выбиваете руку. Движение происходит. Сустав. И че. Смотрите. Есть момент связанный. Когда выход на санкё. Мы называем ее че-га. Чем он отличается? Я как бы проворачиваю. Чтобы была атака. И движение должно быть здесь. Вначале. Когда я в колено вхожу. А ухожу. Под углом. За спину. И ловлю встречное движение. При этом сустав. Он должен быть прямой. Находиться сбоку. Когда вы выходите. Емкий. Я выбиваю. Здесь сустав. Он должен быть прямой. Вы можете опустить. Как? Движение вниз. Ачик оральный сделать. Я бы хотел коснуться здесь. Немножко другого. Вы пытаетесь сделать. Вот в таком движении. То есть сюда. Здесь на самом деле сустав может работать. Вы не обращаете внимание. На атаку. Большим пальцем. Так. И здесь должно быть суляль. Как бы положение убильщика. Суляль. Когда вращение происходит. Смотрите. Движение. Будем зафиксировать. Пинч. Здесь движение надо совмещать. Эта идея. Это не как огурюмо. Потому что бросаю. Смотрите. Внимательно. Та-ссссс. Та-ссс. Формируем. Принцип карамыски Обучение Потому что вот здесь То, что я объяснял Тофу Норико Принцип плеча Мы должны его четко видеть В перерещениях В порезах и прочее Также быстро должны работать руки Внешне может работать абсолютно Ни центральной линии Все удары, которые наносятся Они наносятся, доворачиваются Вот центральная линия головы здесь Вот линия позвоночника Второй кота Который мы начинаем исследовать Это дзюцури Дзюцу, искусство ри-принцип Дзюцури На самом деле Мы продолжаем исследовать тот же принцип Который мы делали Но мы делим уже По одному Или по два элемента Я сделаю Как два элемента Я постараюсь сразу Не очень быстро делать Чтобы вам было понятен Был понятен этот момент Дзюцури Два движения Еще раз старайтесь Руку на самом деле Почему Кто Якидо занимается Они знают Ну атакуем Вот эту часть Рука не надо Я ее напрягаю Потому что она наиболее Жесткая часть головы И мы ее можем Реально топить Достаточно без Больших повреждений Для своего Упитания Важный момент Здесь является Фиксация Вот здесь мы приходим Уже к элементам То, что мы называем Сайком То есть как контроль Выполняем Я хочу Только единственное Попрошу Последний элемент Особенно кто так Немножко яро занимается Его делать не надо Там Чтобы вы поняли После первого движения Его помолюче Раз Вот здесь смотрите Допускаете ошибку Вы берете руку И пытаетесь ее Крутить корпусом Следите за задней ногой Ич Проход Ни Сам Чи Гол На самом деле Вот эта форма Я буду мягко На руке Показывать Чтобы было понятно Ищ Ни Теперь ощущения Ну чтобы сейчас Как бы Закончить все Мне нужно просто Руки Сесть Поэтому не надо Делать это Таким Как отрывать Ему голову Когда люди Пытаются Вот смотрите Здесь опять Принцип Как бы ротации Это не так Взять Голову И пытаться Ему свернуть На прогрешение Смотрите Движение Происходит Вот он так Крепко Держим Смотрите Возникает Мертвый угол Если Не надо Будет Костоправо Смотрите Хайтаучи Ич Ни И видите Как я выстроил Предплечье Еще раз После выхода Вот этого И Смотрите Фиксация Не сюда Не открывайте Зато вот и спину Я видите Начинаю Как бы двигать В обратную сторону И тут же Прочистки Одним движением Фиксируем Вот только этот элемент Теперь идем Поймите Правильно Спина должна так Плотно к нему Как бы вывешивать Вот напрыгни Сейчас Голову Шею Вот смотрите Я буду медленно делать Следите Теперь за головой Ну Хотя Он не слабый парень Проблема в том Что еще раз говорю Вы пытаетесь Вы изучаете Законы в школе Там Высшую Заведение Надо понять За счет вот этой ротации Понятие Хики Это тянуть Так же Крис Как иероглиф Юми Лук А не просто Брать И потом схватиться И дергать его за шею Чтобы там Ломать Правильно Шею Так же Акидушить Мы еще Как там Пройдем Нужно понять Это не закон Не брать его Там Как в той фильме За яблочкой О, за яблочкой И цепляться За одежду Посмотрите Давайте дальше Следуем Этот момент Когда мы делаем Два Мы добавляем Видите Каждый раз Мы добавляем Еще один переход Изучайте Постарайтесь Понять Положение Юки Вот смотрите Есть такое понятие Как бы Собственный Боевой объем Это объем Который человек Механически Сразу контролирует Механически То есть Это Если у меня есть оружие Значит Досягаемость оружия Если я ближе Подхожу Я должен понять Человеку там С олимпардой Значит Длину этого оружия Ротацию Как он с ним Может работать Понят То же самое Когда мы Сходимся С ним Нельзя просто Там идти И никак Не подготовившись Встретить его Хотя внешне Это не должно Быть видно Сделайте Каждый раз Три движения Юки-ай На самом деле Это самая сложная Форма Для всех движений Делаем ли мы Не бегая Друг на друга Когда мы И мы стараемся Одновременно С ним сработать Что бы мы ни делали Это самая сложная Форма Когда нужно Двигательно Сразу совместить Цикл перемещения Ног Рук И уже Ротация Теперь мы разделим Сделаем Три фазы входа Вы можете начать С простого положения Начните от обратного То есть Быстрое движение И контроль Как только вы контроль взяли Двигательно Двигательно еще раз смотрим проход смотрите мы можем как раз собрать гукё собрать еще раз мы делаем движение обратите внимание на заднюю руку саму трататься броска не сам контроль каждая школа формирует свою объем техник формируются они по некоторым признакам и принципам вот эти техники абортационные это техники пришедшие из героя кумиучи мне нужно использовать свой вес вес доспеха и вес противника вот смотрите я начинаю движение делать при этом движение должно быть активным а не так когда я перешел то знаете важный момент который вы теряете смотрите что ты делаешь кисть прихватить кисть мою мою кисть вот эту голова загор находиться вот здесь он будет крепко стоять крепко стой в мертвом замке вращение должно идти ровно по мнению позвоночника в этом и есть вот понимание принципа это принципа йога гуру движение должно проводиться ровно скручиваясь поперек вот если там взрослые ребята помнят как бы люди такие шпроты или что там шп-шп-шп-шп-шп примерно смысл такой же не вбок что здесь мы исследуем смотрите мы входим во первых движение должно быть активным когда в техниках мы в жизни делаем мы делаем это через хайван мала щураке у чебьего основания черепа так там можно в принципе голову можно в жизни найти смотрите когда мы уходим не здесь нависать раз я собрал его дальше я начинаю видите отрабатывать бедро при этом как работает рука должна суставная сумка быть закрытая теперь садитесь за ногами и пытайтесь так даже стоять невозможно ты постарайся понять отобрат он бьет попадает смотри за задней ногой где больно вот так больно вот здесь поэтому этот контроль и нужен я вам показываю примерно как положение для рандори он же не знает дальнейшую технику раз раз выбросили а не так взял а не так там взял а тут не техники делать но что на самом деле очень важно все должно работать работать на неизвестном человеке вам все должно работать но задача еще раз говорю как японец пословица что если человек знает хейху ему не нужно знать гиху то есть если вы знаете стратегию вам не нужно понимать приемы это управление понимаете вы будете брать оружие вы будете работать так же оружием или наоборот вы пытаетесь еще раз вы сами себя загоняете вот вот такой я стою еще раз говорю если вы не чувствуете я вам сказал да герой комиучи мне нужно взять плотно захват старые вот если вы гравюру посмотрите как бы люди находятся в положении йо цугун вот положение вот это положение называется йо цугун то есть это так как завязан пояс крестообразный захват встречный вы мне нужно понять как же он стоит если вы формально будете делать вы шагнули взяли вот здесь сразу вот так оп и вы попадаетесь в ту же ловушку но это у нас мы еще будем об этом говорить это есть еще то есть вот здесь но здесь на самом деле техника имеет момент слабости но здесь получается суки ноги то есть слабость техники слабость техники непонимание техники я вам сказал смотрите вот здесь должен быть обязательно видите замок замок головой не так головой сделать вот я начал вращаться просто голову вытащить подвышу и все более того во все моменты мне нужно понять как человек двигается так я бросаю этот бросок будет более жесткий потому что он вообще ничем не строкуется бьется всей плоскостью спины а поверхность еще раз говорю техники с которыми мы имеем дело и кота с которыми мы будем с ними еще работать с этими техниками они должны давать вам некое понимание принципов принципов вы видите вы изучаете вы видите допустим тот кто изучает контроль локтя не кё кис допустим жаржису мы бы назвали это кота кудаки кудаку это вот если взять палку и так ее сломать я уже провел пример когда мы начинаем куни кота посмотрите что вы все время делаете занимаетесь ли еще раз говорю я уже говорю я не не противника спорта и прочее но есть некие вещи даже когда мы Сергеем Косоротовым ведем семинары мы все время говорим на них что ребят то что не видит судья он не понимает это вопрос десятый если человек будучи уже в свое время чемпионом мира он до сих пор улучшает себя за счет именно традиции и вот этих вот странных сильных вещей и до сих пор ломает зудаистов которые еще находятся молодых они по ветеранам борются до сих пор понимаете и он уже 9 лет борется как детский спортсмен это немножко минус нашему вообще дзюдоку таковому поймите правильно посмотрите есть момент когда мы начинаем работать я не делаю вещей запрещенных я не беру ему кисту и продолжаем атаковать вот это что я показал это то что в айкидо называется нитё тогда я говорю санкио джорджу сусаром это кота химери кота химери кота химери отрабатывать мы не будем она достаточно опасная техника за счет того что ротация происходит смотрите раз вращение происходит полностью суставом мы можем делать множество других элементов отсюда бросать и все это будет вот именно то что как мы обучаемся сейчас базовыми движениями поэтому постарайтесь еще раз говорю слушать тело слушать тело бросок или движение не выполняется на уровне технического вот я вижу где я сделал захват как я вхожу и как я бросаю и как я перемещаюсь вы поймите правильно человек входит на бросок вот это понятие когда в свое время было введено именно джиарханон скажите как бы чтобы вам понятно было еще джиарханон был високов стоял в создании организации Данипунда он возглавлял сельсию сразу джиорджитсу звидо я почему говорю джиорджитсу звидо потому что четко в период Мэйзи делилось и джиорджитсу в общем понимали чтобы уйти как бы как они понимали от другого искусства именно они создали термин до если кто из вас был ну или вот я преподавателем про ваших писал они как раз я занимался переводом технических книг сакадзу звидзай джидо синьёхан то есть новая книга под джидо или новый учебник под джидо объясняющий секреты убийства и реанимации он был написан в период в 2016 году он конечно существенно отличается от каких-то форматов как я писал смешные книги там на самом деле вот для вас любого это будет во-первых технически очень много там есть терминологии специальной с объяснением что же это по собой вообще смысл имеет название принцип трудовые каталоги различных школ старых что они подразумевали по собой по стратегии чтобы все-таки человек и на уровне иллюзий каких-то выстраивал какие поединки были или что там проходило а именно что ты для себя представлял какое же было боевое искусство в период мысль и уже после него поэтому еще раз говорю моя задача когда семинары делали я всегда говорю раскройте немножко свое сознание будьте более восприимчивыми и не пытайтесь воспринимать технику на уровне скажем своего понимания боевого искусства или того что вы видите на своих постоянных тренировках каждодневных постарайтесь воспроизвести вот один из моих тоже наставников он ему говорит вот слушай хан а вот почему вы не общаетесь с учениками постоянно на самом деле а что их правильно они вообще ничего не видят вот я показываю движение человек его не воспроизводит вы поймите правильно большинство вот традиции боевых искусств они исходят вообще от принципа рейхо то есть эфикета будь то каллиграфия будь то кадр аранжировка цветов будь то отчаянная церемония будь то воинское искусство везде будет присутствовать принцип синь геософ синь это то что если это относительно к каллиграфии это прописано письмо я просто немножко объясню смысл всего этого чтобы вы понимали вообще технику таковую когда человек учится каллиграфии и это все присутствует в каждом другом элементе японского еще раз японского дзюцу искусства или дзюцу как какового большого искусства будь то театрного везде будет эта ступенчатость идей восприятие техники на первый иероглиф когда человек изучает каллиграфию пишет это иероглиф эй то есть 8 черт каллиграфии 8 черт основные которые он изучает на иероглифе эй это как бы ну вечность иероглиф переводится они входят практически во все иероглифы которые следующие формируются для написания в японском языке что такое прописное письмо человек должен четко вводить истину вырисовывая каждый один элемент правильно ее разворачивая вырисовывая иероглиф эй на втором элементе то есть очень четко ставя углы и заканчивая элементы да на втором восприятие свое вот это то что на самом деле должны делать вы вы должны четко сейчас попытаться увидеть то что я показывал или будет другой будет сенсей с вами вести там или наставники ваши ведут увидеть и увидеть и почувствовать на уровне своего тела это сознание на втором принципы мы начинаем делать уже немножко скоропись или полупрописное письмо да это мы уже замыкаем уровень и на уровне сон это как бы вот мое восприятие то что японцы говорят стиль травой человек садится он концентрируется и потом одним движением заканчивает ирок на одном вдохе и выдохе вот это как бы получается мастерство поэтому здесь важно еще раз говорю вот вы не надо пытаться вот вы видите скорость и пытаться ее воспроизвести нет вы пытаетесь ее понять вот на этом восприятии сейчас синим как должны работать эти элементы элементы вот я когда показываю на ваших товарищах все должно работать не должно быть такого что ну вроде где-то должно быть боль а здесь вот следующее движение все должно быть присутствовать и должно работать Олегович Макс это шоссей положение в котором мы находимся и стоим более того что положение шоссей оно формируется в понятии я бы даже сказал так вот я приводил пример когда допустим меня ассистировал кто-то из ну не мойщеник а кто-то из вас я то есть человек должен на очень спокойном таком внутреннем состоянии не переживать ситуацию что там дальше будет а непосредственно ее переживать непосредственно переживать что сейчас происходит это есть как бы на самом деле понимание зенских принципов и он включается в это движение на самом деле понятие шоссей подразумевает собой я бы сказал так фуду но шоссей фуду это канон буддийского божества это если кто-то его видел это такое значит оскаленный в языках пламени сидит как бы божество которое в одной руке держит меч в другую веревку подразумевает оно то что те кто сомневается в вере но еще не отошли от веры он держит веревкой а с врагами веры он борется мечом просто как бы скажем штаб-квартира Дани Пумбуду Кукай находится в монастыре Шуренин где как раз тотемный символ фуда мёу там и находится вот этого божества если я буду я немножко вам покажу опять этот момент связанный с принципом фуду но шоссей ваше мышление ваше мышление вы примерно думаете так значит когда противник меня рубит я начинаю ему отвечать да? я начинаю отвечать вы продугадываете что он будет делать дальше нет на самом деле это то что японцы говорят я вчера говорил этот термин этот термин вообще пришел опять боевое искусство из чайной церемонии то есть каждый глоток чая или когда мы говорим да? мы делаем цикл вот выпивание чая и когда чай спивается он и у него есть разный вкус то есть каждый момент и даже вот если взять спортивные поединки понимание человека у каждого есть шанс или выиграть или проиграть и это возможно что этот момент дается одно мгновение и но его нужно использовать этот шанс когда он сделает уход например после удара как только я здесь дрогну вот это положение называется худо щасе сделай быстрый уход и назад сделай удар смотрите вот так посмотрите вот за моим положением даже не то что он делает не всю картинку а мое восприятие как бы и понятие мяча вот это когда мы стоим с мячом и я должен вот эту позицию контролировать не пытаться заранее еще раз и и и и и уйти в самый последний момент когда он уже то что мы вчера обсуждали этот вопрос когда он уже не может изменить положение своего мяча и мяч уходит но не возвращается вот это то же самое фудо на шоссе это не движение когда человек имитирует да там перемещение и мы начинаем на него воспринимать мы должны четко для себя понять это льто все я вырабатываю только ногой движение мне нужно реагировать на непосредственно действительно настоящую опасность не снимать он бьет ногой и здесь сбивая ногой он уже я не успеваю на руку все должно работать очень быстро как работает мяч смотрите еще раз фудо на шоссе вот ошибку допускания когда вы стопу человек не ходит так вот эти все стойки они являются производными старая стойка единственная которая можно сказать выполнялась это щебодача она и в карате променяется везде потому что она нашла если ее называть как бы стойкой борцов с умом когда мы переходим из умом захват у нас и получается положение щекодачи чтобы выполнять его непосредственно атаки с противником второй важный момент которые мы должны для себя вспоминайте это восприятие норм я не действую по принципу значит я отойду собью блок иначе вы опять вязнете в дискуссивном мышлении вы начинаете все время крутить диалог вы не реагируете на его действия на самом деле то что я могу почему я говорю что атакуйте чтобы попадать еще раз не значит надо его убить или сломать ему ребра то же самое как и у каменовичей потому что только тогда когда непосредственно есть опасность попадания мы формируем свое сознание реакцию реакцию на раздражитель правильно реагируем с ней я всегда сравниваю этот пример как бы с ездой на машине да человек едет такой расслабленный все хорошо как только возникает кризисная ситуация он такой весь мобилизуется потом он уже значит старается дорогу всю контролировать смотрится из зеркала и так далее ну большинство кто за рулем ездит с этой ситуацией сталкивается как мы выполняем это движение еще раз если нет необходимости что такое на самом деле кризисная ситуация когда рука или атакующая плоскость проходит через пофуте вот здесь почему нам нужна вторая рука не так не вот так а руки проходят как бы два этапа да мы снимаем первое движение и потом уже уходим дальше при этом смотрите мы используем нору нору это психический принцип когда мы стоим в положении движение старайтесь быстро воспринимать все формы которые человек делает следующий важный момент посмотрите будет ли он проводить вот если бы например условно говоря я не стал делать аши харай движение значит он бы ударил мне в голову по этому движению когда вы уходите начинаете подбивать ногу то же самое когда он делает два движения да я провожу удар и после этого уже начинаю переходить на руку но здесь нам важно когда мы цукоми делаем выбиваем из позиции именно еще раз говорю как работает нога чтобы вы запомнили мы делаем немножко как бы растягивать раз и плотно находимся к нему многие из вас вчера старались идти в сторону сразу да противник вас преследует но это нормальное положение так же если допустим он дал мне суки и я растянул он бы стал меня преследовать в любой магии все равно когда я себе в линейном движении работал следующий важный момент в санках или можно так сказать в щеках это мертвый угол то есть мы должны всегда стараться работать с противником в 45 градусов от линии лембу не перед ним то что сейчас сказал а именно максимально плотно здесь плюс при этом смотрите добавляется то что воздействие на него кузуши оказывается сразу в начальный момент движения как только я начинаю с ним работать следующий момент который мы должны хикитая плотно находиться рядом с ним нет на самом деле никакого смысла когда человек берет захват бьет бьет распускает руку пытается ударить на самом деле все очень просто у кого там какие то есть в жизни случаи на улице дрался многие как бы дрались по разным условиям как только человек не стоит контролировать ситуацию мы видим в спорте в боксе например он выходит в клич он притягивает то есть человек но в отличии от таких людей когда не выполняют пассивные способы защиты жаджицу и старых формах все таки ударная техника не была основной не была основной и не ставился ни одна школа не ставила ну может быть цесурю эффект пробивающего удара чтобы вообще проломить там куда-то там панцирь и так далее ставился все таки многократные удары чтобы вызвать ну если со временем можно сказать психологический нокдалл или разрушить там суставы положение стояния это то же самое как кудзуши когда вот люди занимающие дзюдо и они бьют только кудзуши в том да сюда мы подняли сюда подняли кто боролся вот так нельзя вывести из равновесия из равновесия из равновесия нужно действительно брать и тащить да сбивать там растягивать его опору базу стойки и так далее то есть то что реально работает это шарнирные механизмы степени свободы человека а не просто что я его потяну и он действительно так на ногу стянется или наоборот на меня пойдет поэтому следующий опять важный момент когда мы выполняем кудзуши это должен быть быстрый ритм и не просто атаковать куда либо еще раз я вам показал мы атакуем здесь сустав простообразную травму мы можем ломать сустав атаковать мы можем работать трицепс когда мы пробиваем здесь движение движение мы бьем сюда если не нужен именно удар остановить человека чтобы работать с его рукой когда мы бьем корпус понятно когда мы скажем на спортивные поединки мы можем бить и в печень там капец ухи но старой технике удар делался сюда вот эта часть она как бы неподвижна она неподвижна на человеке и удар сюда все время приводит к травме плеврарной полости и ребер которые здесь находятся следующий важный момент когда мы делаем еще раз говорю это ритм нельзя сделать это вот как каллиграфия на одном выдохе мы стоим мы делаем движение и сразу мы вывешиваем чтобы сделать контроль рука вот эта мы ее используем как щит здесь мы выполняем пассивную защиту любой человек нормальный если вы правильно взяли захват не здесь выше локтя потому что прокинучи и так далее это наоборот так особенно если взять традиции старой одежды и вы посмотрите значит рукава даже в начальный период схваток дзюдо они были такие поэтому захваты исторически даже брался выше локтя или там где образуется такая ровная петля чтобы кимоно не могло вращаться следующий важный момент это не бари не бари быть клейким упорным то есть постоянно исследовать противника не должны быть пустоты противник упал я стою над ним потому что это сейчас важно будет вот именно на изучение техники я стою над ним значит потом начинаю просто лег рядом взял захват я почему вам это рассказываю чтобы мои слова когда вы будете технику видеть или отрабатывать чтобы вы их вспомнили действительно вспомнили сейчас мы буквально там около 10 минут вспомним кюзютынганхо дзюнотай собаки чтобы вы размялись в процессе движения теперь приступим уже к шингеншёбу техникам кюзютынганхо дзюнотай собаки еще раз сделайте не просто движение а постарайтесь понять их и проконтролировать проконтролируйте движение проконтролируйте движение так как выполняется переход опять теряет на все время его представьте я приподнимаю как будто ты ведешь и провернул здесь от напряжения так вы будете сажать здесь или дальше начинает вращаться вы уже перехватываете руку на самом деле это если мы возьмем когда человек впирает так как упирает какое плотное движение оно должно быть в борьбе нырнул но ошибку какую делать на самом деле когда человек начинает тянуть тянуть сюда то есть он естественно голову опускает Движение должно быть так и вы будете переходить к адресу. Старая школа, есть понятие сейкотсу дзюс, местоправные методы. Если вы их не будете, по сути это то, что потом перешли в методы контроля, понимания сейкотсу дзюс и так далее. Вот на руке три степени свободы, здесь, здесь и здесь, но я мелкие не беру. Если вы, например, берете контроль в 2 степени, у него вращается плечо. Чтобы полностью забрать контроль, мне нужно вот такое положение. Суда, чтобы был согнут, я с ним работаю. Вы постоянно допускаете одну ошибку. Беря захват, вы вращаетесь и вы держите запястье, кисть. Не здесь движение, всегда забирайте большой палец. Большой палец была вещь, на самом деле, кардинальная во многих старых системах. Почему? Ну, потому что считалось так, что, во-первых, работа против большого пальца, она пришла еще с понимания искусства мяча. Когда атаковали большой палец или обрубали его, в общем-то, человек не мог качественно держать мяч полностью. Такая была обезьянная охватка. Поэтому, когда вы работаете, старайтесь еще раз задерживать все три степени свободы. Я вам немножко объясню такой пример. Когда вы делаете движение, вот смотрите, вот положение захвата, которое вы все знаете. Вот если, как бы, кисть работает дальше при виде ноги, на большой палец, да. Вот. На самом деле, здесь вариантов уже нет. Вот если вы допускаете переход здесь, вот смотрите, врача, вот здесь вы его делаете, смотрите внимательно. Здесь локоть уходит в бок. В этом положении. То есть, на самом деле, как бы он ее держал, держи еще раз. Посмотрите. Вопрос в чем, что? Провернуть кисть, это лезет любой человек. И локоть встал, смотрите, он стоит уже, смотря, к стене, в сторону, а не вниз, как положено было при этом болерову. Этот метод мы используем часто, когда мы демонстрируем иногда принцип, я еще расскажу. Джо-джитсу более как бы тотальные системы боя. И понятие айки джо-джитсу, он позднее выделивался. Любая школа джо-джитсу использует принцип айки. Или айки нори. То есть, принципы, которые мы используем в бою с мячом, если мы спросим в айкидо, он скажет, да, когда ты ходишь одновременно, это и есть, в общем-то, айки. Это и есть айки. То же самое, когда я показываю движения на скорости айки. Я делаю айки за счет того, что есть фаза момента, когда, если я делаю его раньше или в момент, рису до его входа. Поэтому старайтесь вот эти все вещи, да, именно забирать таким образом и максимально разворачивать кисть. Мы с этим еще будем сегодня сталкиваться моментом. То есть еще три степени свободы должны полностью быть зафиксированы. Тут, тут и тут. Не может быть плечо, локоть и запястье. Если вы подумаете, почему в соревнованиях по, скажем, жюдо запрещено, когда делается джюди-готаме, мы запрещем брать именно кисть самую. Запястье, вот ты борешься с запястьем, потому что как только вы забираете кисть, вот здесь он там поборется, как только я забрал кисть, вот смотрите, я забрал кисть, он начинает бороться, даже я уберу ноги. Я могу его переворачивать опять. И она находится в состоянии атаки. Поэтому судья, когда человек переводит руку сюда, он подходит и сбивает захват, что нет, ты возьми вот здесь захват, а не бери, непосредственно удерживая, потому что здесь на самом деле вариантов уже у человека не было. Шинкеншебу, это боевые приемы. Ну, это такое общее понятие, да? На самом деле, ну, Шинкен, я уже вам вчера говорил, это боевой меч. Киу-киру, защита против атак руками, выполняемых. Шинкеншебу, Шинкен, боевой меч, Шебу, взять бал или очко, то есть матч. Ипоншебу, сампоншебу и так далее. До трех очков, до одного очка. То есть, когда меч попадает. Особенно Шинкеншебу, чтобы все атаки выполняемые. Выполняем дистанцию с ума. И атаки должны быть действительно стоящими. То есть нельзя делать так, вот, к примеру. Мы стоим, он бьет. Нет, вот это нормально сделал, да? Попал. Так. На самом деле, человек ничего здесь не формирует. Вот, если вы даже учитесь на уровне, я вам сказал сейчас. Чтобы вы поняли многие вещи. Воспрямите уровень Синк. Разделите движение по пускам, да? Как бы он быстро ни делал. Ищ! Ищ! Контроль. После этого мы выходим на технику. То есть удары все мы делаем качественно. Приводим цели. Бросаем. Следующий важный момент. При бросках не надо помогать падать. По сути, вот это опять ошибка. Возьмите так, что когда мы стоим, я выполняю бросок, человеку нужно просто нормально как бы стоять. В технике. Следующий момент. Как только человек опустился на землю, не надо мертвым лежать, а нужно постараться имитировать немножко движение. Но. Важно при этом, когда мы переходим, чтобы вот этот принцип. Вспоминайте. Эбари. Двигаться вместе с ним. Даже переводя вниз, мы постоянно его атакуем. Постоянно. Не должно быть фаз, когда он находится без контроля. Вот смотрите. Я вам показал примерно дзюзи готаме. Я сюда уходил, он выбирал. Я брал здесь, разворачивал. И все время он стучал. Потому что помимо вращения, я должен все время контролировать локоть. Так же любая техника, любая составляющая техники. Цукуми. Цукуми. Копущатель. Усутагари. Я сразу... Ну давайте я покажу из юкиай. Вы будете делать уже как бы с места. Важным моментом здесь является первое. И куличка у нас. Я медленно сделаю. И ч, ни, сам. Контроль. Санкапу мы делаем, тянем здесь. Не должно быть фазы вот такой. Когда человек двигается. И ч, смотрите. Ни. Помимо удушения и работы. Я не на передней чат грудной клетки. А сбоку воздействую. Смотрите. Движения связаны с головой. Чтобы перейти на уди горами. Это важный момент. Гопкиров. Ваги Датаме. Даже вставай. За правым коленом смотрите. Гопкиров. И. Гопкиров. Попытайся встать. Айду за. И. колено вниз. Я вчера показывал, объяснял на удушении. Можно так крутить, а можно в движении, когда мы воздействуем на шею. Тоже происходит в этом положении. Моя задача не шею давить, а вытянуть руку. Подвигайся. То есть создает здесь угол, когда человек не может перемещаться. Следующий момент, смотрите, реакция человека. Смотрите, что с головой произошло. Теперь внимательно смотрите, что я делаю с кистью. Почему я держу так? Давай вот так посмотрим. Вот как обычно человек приходит, да? Поборись здесь. Нет, здесь сложно. Давайте вот так посмотрим. Поборись, смотри. Потому что я изначально делаю, закрываю сумку сустава плеча и поднимаю голову. И борюсь только не как вы здесь делаете. Смотрите, у него плечо есть и я оттаскиваю. А только непосредственно суставом. Под реберами. Все должно работать, что действительно человек контролируем, но он не может перемещаться. И вторая смена. Видишь, опять это нормально. Все должно работать годично. Одно движение должно вытекать из другого. Подойдите. Можно поехать. Так тяжело будет таскать. Бери, бери, бери. Ну что-нибудь так-то. Бери, бери, бери. Здесь держи, держи пользу. Высокограни. Сделаем. Саша, смотри. Высокограни. Вот смотрите. Вот первый момент, я помню. Момент связанный с чем? Я уже говорил. Когда мы используем разные термины. Кроме понятийного, мы формируем понятийное понятие, да и двигательное понятие. Вы можете тысячу раз прочитать в книгах. Сен, сен, но сен, гуно сен и так далее. Надо понять, что же это все под собой подразумевает. Так же понятие, допустим, броска. Наги ваза, осу тогари. Осу тогари это бросок, выполняемый ногами. О! Большой. Сото снаружи. Гарри. Срезает. Срезать. Гарри. Это принцип, как срезают, скажем, рис или пшеницу японским серпом. Который имеет прямую ручку и прямое лезвие, а не так, как русский серп. То есть движение вот так выглядит. Поэтому, когда вы ход делаете, посмотрите, вы должны на самом деле создавать нагрузку. Ты пытаешься засунуть ногу. Здесь вопрос мне переноса. И нога даже... Вот такое усилие, на самом деле, вы должны делать на любом человеке, даже когда он один выполняет технику. Не так, подошел, и он куда-то улетел. Иначе, поймите правильно, возникает сомнение у людей, когда он делает парнинг кота, а потом не может делать это в кумите. От центра вы втягиваетесь. Более того, смотрите, движение должно быть. Губавая мышца бедра идет. Здесь сухожилия. Мы должны работать. Смотрите, через... Вынесли. Нога при этом... Обратите внимание на стату. Вот так. Не так. Не так. Это будет посуда датки. Это цепляешь, а потом переносишь вес. Ты делаешь прорыв. Всем телом за него. Видишь, в базу. Проход. Начинаешь тянуть. Попробуйте вот с таким настроем. Техника должна быть такая. Вот я проконтролировал. Как только голова открылась, мне нужно сразу работать с кистью. Почему вот это движение должно быть захвачено? Как бы вот кисть повытаскиваю. Нет. Еще раз. Контроли должны работать на всем уровне. Вот вы начали переходить. Поднялась. Видите, голова. Сразу. И голову, видите, я как бы отдам крачу. На противовходе. Вот вы забрали. Пол работы сделано. Вот человек. Почему мы блокируем, ну, брать когда смешанные бои. Смотрите. Здесь открывается, да, лицо. Мы блокируем так. Или же, чтобы не было. Я здесь держу, я не ломаю. Но, видите, я создаю угол между плечом. Он пытается бить. Я отгибаю голову. Дальше, смотрите. Я прихожу. Развернись. Вот здесь я должен держать. Нет, куда-то денешься. Есть моменты, когда мы еще придем еще. Просто объясню. Видите, человек. Я так раскладываю. Плюс. Вот, смотрите. Он все время держит. Не наверху нависаете. На плечах. А я тоже работаю. Плевральная полость. Вот. Глебной клеткой. Ребра удержаны. Человек, вот я борюсь за руку. Я перехожу сюда. Видите? Например, он как бы не знает перевод. Но, перевод должен работать. Не взяться там, прыгать. Ты же чувствуешь все время, да? А так локти. Когда я перетаскиваю. Супари, оно выполняется в сумок, оно выполняется в мощные толчковые движения. Чтобы развить некий принцип в голове норму, норму. Человек, понимаете, как бы все по-разному реагирует. И большинство людей из вас даже обученных. Вы находитесь вот по сути в иллюзии. Вот вы выходите на поединок, к примеру, да? Значит, что я вижу? Два дзюдай, ну, идет, допустим, к умнющи, там, захвата, да? Борьба. Он подходит так. Раз. Значит, этот взял, тот взял. И вот начинает. Он, на самом деле, не решает задачу. Он обменивается захватами. Так же в технике. Борьба с захватами. Он перемещается, уходит, маневрирует. Хотя, на самом деле, в жизни такого вообще не бывает. Тем более, в каких-то, как многие люди говорят, там, реальных условиях. Вот здесь нужно вырабатывать, еще раз говорю. Большинство терминов СЭН, то есть реагирования, возникает из гумцина состояния. Технически мы потом их подтверждаем. Это вот если сравнить, есть такое понятие, ну, кто, допустим, в спортивных вузах учился, идиомоторика. То есть грустное представление о действии я подтверждаю мелкими, там, узкими импульсами. Движение выглядит так, да, вот для обучения. Вот смотрите. Вот мы стоим, человек делает быстрый вход и делает толчок, такой грудной клеток. Реагирование, да, у тебя должно быть просто на его движение. Даже это не броска, ничего не должно быть. Просто отреагирование телом. Посмотрите. Еще раз подумай. Подумай, подумай. Не бросить, не бросить. Бросать не надо. Как тело реагирует? Вот смотрите, вот мы говорим, да, Серега за нее. Наиболее рационально применение силы. Мы говорим, так, сайко-тандем. Когда мы подключаемся к человеку, любой наставник, какие доли он об этом скажет. Вот подумай, что он сейчас сказал. Вот смотрите. Всегда действие человека основывается именно на укоренении назад. Я делаю шаг всегда вперед. Всегда вперед. Всегда вперед. И не потому, что я как бы знаю уже это, и мне нужно так сделать. Это научное понимание. Не дать ему разлить. А когда ты это уже сделаешь в движении, будет тайки. А это еще немножко поработать. Я не с этой техникой. Ну, как от грума, вот многие даже меня как бы там... Это, наверное, ваша любимая техника. Да нет. Ну, я могу уже разные техники упасть. Просто техника надо понимать. Любимая, оказывается, потому что ее качественное дело. На самом деле, все техники, если есть разделы технические, у них надо делать качественно. Нельзя, если есть так. Ну, там, здесь я что-то понимаю, здесь немножко понимаю. Я все время сравниваю это с колесом. Вот ваш стиль или ваше буду – это колесо. Техники – это спицы. Если у вас спицы будут одна короче, другая длина, других вообще не будет. Колесо будет вот такое. Как в вашем городе после мороза 40 градусов, когда он квадратный и пока какое-то время не едет. Как я вчера там рассказал. То есть примерно вот такая ситуация здесь. Техники должны работать. Мы должны понять наиболее рациональное, правильное использование силы. Мы должны создать усидан, а потом как бы его провалить. Мы должны, мы используем удары, чтобы в данном случае, если мы говорим о мажоржинсу, чтобы выполнить кузуши. Кузуши – расшатать его, разломать его суставы и атаковать. Не для того, чтобы просто там бить его. Потому что, вы поймите правильно, как бы если… И просто не закрывай голову. Ну стой, стой. Я могу делать, да, так. Я бью и бить сумасату в горло. То есть пальцами, ногу. И ч-ч-ч-ч. Мирей. Вы можете делать какие угодно удары. Все удары, почему я объясняю. Я когда показываю. А вот другие техники говорят. Да, конечно, говорю. Разные техники есть. Я могу там, в общем-то, ногами все удары делать и демонстрировать. Но… Я тоже уже, как бы, рассказывал в семинарах. Вот когда в Японии старые школы практикуют кумите, все очень просто. Они одевают там накладки, это может быть опять сейф, любой контакт. Но одевают хакану. И вам будет понятно сразу. Какие удары можно сделать. Допустим, может быть, Майя Гери можно сделать. Мава Ши Гери можно сделать. Мава Ши Гери можно делать. То, что называется. Галя Мава Ши Гери. Оу Кик. Больше ударов, допустим, Кура Мава Ши вы не сделаете. Захваты. Когда мы переходим здесь, не сделайте. Потому что хакама широкая. И вы ее вытягиваете. То есть, чтобы понять, да, нужно еще и немножко в шкуру туда влезть. Там старого, ну, древнего японского воина. Как это, в общем-то, выглядит. Я сразу как бы разделю, чтобы время вот дополнительно такое не занимать. Буду делить технику. Еще раз, то, что касается сайкоми и контроля. Вы смотрите. Джорджису. Я так распущу немножко. Джорджису это виды, когда мы, видите, все время переворачиваем противника лицо вниз. И берем на контроль. Для чего? Чтобы выполнить хабаку. То есть, захват живьем. Должно быть положение, в котором я действительно его буду удерживать. И выполнять уже какие-то манипуляции. Ич. Ни. Сан. Щи. Го. Обратите внимание на способ захвата здесь. Захват должен как бы внутрь идти. Почему? Когда при ситуации, когда противник пытается уходить, я как бы сжимаю его и буду удерживать. Если у вас будет, он просто провернется. Нет. Другую сторону. И мы начнем бороться. Еще раз, помню. Цуки. Мауа щи, ги. И. Сустав как двигается. И. Порубаем нос. Сан. Сан. Са. Когда вы учитесь, вот я перехожу, моя задача еще раз не тянуть Моя задача, только тайскую руку убрать, я не даю просто ему возможность А теперь смотрите, руки должны работать, чтобы вынести его Там я тоже не буду прихватывать Видите, я тоже на верхнем плечу, бедром Буду включать, если есть необходимость Поймите правильно, вот эти вещи, если вы поймете, вот это называется принцип Значит, вы поймете работу вообще с механизмом тела Там плеча, там позвоночника, сустава Если вы пытаетесь просто провернуть Нужно понять, в отношении какого сустава не работает Как он может вообще работать Сустав Вы берете на живот Вот я вышел в это положение Например, вам проведу Удохищили Удохищили Это задним плеча за спиной Человек делает Удохищили Теперь смотри Убрызь ладонью Поднимайся Еще раз говорю, ребята Вот ты, знаешь, ты взялся Теперь смотришь, опять понимание Раз Видите, угол поменялся Но я делаю это ногами Только он бы повинялся Опять Раз Я не даю ему Опять Опять преследую С телом надо работать Работать То же самое, когда мы говорим Термин приводим На самом деле гениальность Наставник Акана была в том, что Вон старые техники, которые имели Ну скажем так Название больше общего порядка Да, там Такио Тоши Цукуни Цуки Кага Лунная тень Бросок-водопад Вбивание с позиции Заменил на формат Все-таки понятный Вложил в название Выполнение техники Врачейский Вот Когда там Меня просят Допустим Провести параллель Там техники На самом деле сложно Потому что броски Большинство Опять, что понимать за бросок? Внешнюю форму Вот как я сейчас сказал Да? Но дело в том, что Понимаете Это как раз Что люди сделали такую ошибку Они применяют Понятие самбу Да? Когда мы говорим Допустим Броски назад Отхваты И так далее Отхваты назад Это может быть То, что мы в Японии Назвали там Осуто гаки Осуто отоши Но Здесь нужно понять Другой немножко момент Что для японцев Если гаки Мы срезаем То Другой гаки Я буду работать За счет того Что я буду Ногу держать И сам смещаться А не ногой Вытасывать Поэтому Вот здесь Нужно понимание Нет Так же как понятие Ката гурума Когда говорят Так Скажем Понятно Что люди борются И ты Ката гуруму делаешь Так Ката Формат Это как я вам сказал Осуто отоши И называют Ката гурума Ката Плечи Ось Гурума Колесо Которое должен сделать через ось Развернись Так Чуть Чуть Нормально Посмотрите За моим корпусом Как бы входом Вход Большинство борцов Сделает сюда Перед ним Мне нужен проход Подпив Прочистки за него Понимаешь разницу Нет Плечи должны быть Это бросок Выполняемый руками Не корпусом А руками Когда я вошел Смотри А теперь следи За плечами Не вот сюда я тяну А подбиваю вверх И раскручиваю руки Почему это важно? Я бросать не буду Иди Иди Просто Чтобы вес Вы поняли Когда вы входите Вы входите Как бы так Заряжаетесь Нырнул Забросать не буду Нырнул И пытается его рвануть Нужно понять Судайке Когда мы говорим Везде Там Тарио Киреку То есть Физическая сила Силаки Мы должны понять Как мы ее производим Когда вы рассказываете А силики Это что-то Какая-то такая Субстанция Ну Большинство людей Надо все увидеть Нам пощупать Какую ошибку В основном допускаете Сделай вход Без броска Теперь Смотри Начинать делать Вход А теперь Давайте посмотрим Где находится таз Не Не поправляем Где находится таз Где находится Проекция И он Сайко-тандем Закрывает Встань Сайко-тандем Смотри что Ты пытаешься Сделать технику Вот так Поэтому Тебе приходится Бросать Тело Когда я делал вход Камильевна Покажу Снорильную махину Вы должны работать Кантампра То есть С момента входа У тебя не должно быть Вот этого положения А Именно ты Вытаскиваешь его Ты берешь Смотри Повернул Правда? Мы здесь Удар сделали Ударан сделали Смотрите Движение Вот так Почему это нужно? Это не вот здесь Это не удар Вот делай Стой крепко Мы По шине Поставим Смотрите Мы еще будем касаться Так 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 Только На самом деле На самом деле Это речка Мампасы Поэтому я просто всегда назначаю Пич Ми Именно Сустав Разбернулся Чтобы ты Стал Джигу Хантай В хорошее положение И не мог перемещаться Забирай На катах Разница между парнями катами Кометы На самом деле Не должно быть Человек должен получать Правильное образование То, что он делает Если вы делаете Он должен Наносить удары Правильно Разделите Сейчас немножко включитесь И сделайте вот так Попробуйте Его задача Пробивать Именно попадать Должно быть Правильным Вы сами себя обманываете Вы стоите А вы начинаете что-то делать Нет Еще раз Нору Ступай Включаться Сразу Как только Прошел момент Связанный С нагрузкой Вы одновременно Должны реагировать Его Чувствовать Своё тело И тело партнера Как вы работаете С ним Пойдем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok